Эта история не имела бы никакого отношения к компьютерам в целом и высоким технологиям в частности, если бы ее начало не было напрямую связано с моей привычкой сидеть по ночам в ICQ. Общаться со знакомыми, ночные разговоры я всегда считала более плодотворными, но и откровенными не без этого. Когда сеть на ночь пустеет, у собеседника появляется куда больше времени на разговор с тобой, чем днем, когда его в любой момент могут отвлечь работой, телефонным звонком или предложением пообедать. Ночью такое маловероятно, поэтому я выбрала ночное общение и стала намеренно приходить в сеть ближе к полуночи, оставаясь на связи до утра. Это продолжалось до тех пор, пока не произошло следующее. Несколько лет назад, точнее сказать не могу, помню только, что тогда у меня еще не было кошки. Я, как обычно, сидела за компьютером. В сети осталась всего одна собеседница, другие давно убежали спать. По московскому времени было почти 4 часа утра. Я только что кинула знакомой забавную картинку, ждала на нее реакции и совершенно не ожидала, что на дверную ручку кто-то надавит в тишине. Я соскочила с компьютерного кресла, с опаской посмотрела на дверь, но подходить к ней не решилась. Дело в том, что моя входная дверь, хоть и железная, все равно не слишком прочная. Когда соседи приходят к себе домой, она соперегается так, будто вот-вот вылетит. Кроме того, ее толщина тоже не слишком радует. Когда-то мы решили сэкономить, купили одну из самых решовых дверей и установили ее второй. Первыми воротами в дом стала деревянная дверь, стоявшая там в момент покупки квартиры. Мы думали, что здорово придумали, однако в один не очень прекрасный момент деревянная дверь опустилась до ламината, так что ее нельзя было открыть ключами. Пришлось выламывать, и после этого единственной защитой квартиры осталась тонкая, дешевая металлическая. Да и кто мог нажимать на ручку ночью? Соседи по четырехквартирному блоку позвонили бы, к тому же, если бы кто-то из них покинул свою квартиру, я бы услышала. Соседи по подъезду не смогли бы проникнуть за дверь, ведущую от лифтов и лестницы. С улицы тоже есть защита, дверь с котом замком. Черт возьми, да кто это может быть? Ручка между тем продолжала ходить вниз-вверх, как и в привокзальном туалете, куда ломится тот, кому домой не втерпешь. Это сравнение кажется смешным, да, но это только сейчас, когда оно пришло мне на ум в светлом офисе. Тогда ночью мне было не до смеха. Я смотрела на подпрыгивающую ручку в ужасе, и не понимала, почему тот, кто там ломится, не мог хотя бы постучать. К чему это издевательство над дверью? Я написала Ваську, нервное. Прикинь, какой-то придурок хочет ко мне войти. Не стучится, не звонит, только тупо, как зомби, давит на ручку и молчит. Давно уже. Раз двадцать уже нажал. И не уходит. Очень страшно. Пойду посмотрю, кто это. Ты мне пока напиши что-нибудь веселое, пожалуйста. После этого я подошла к двери. На оклик «Эй, кто там?» реакции не было. Я заглянула в глазок и остолбенела. Почти вся площадка отлично просматривалась. Видно было и соседскую дверь, и их же детскую коляску, и дверь, ведущую к лифтам. Никого живого там не было. Ни-ко-го. Ручка, тем не менее, продолжала трепыхаться. Я испугалась, вернулась к компьютеру, рассказала все, как есть, и предложила подруге синхронно запустить какой-нибудь фильм. Есть у нас такая традиция заходить в сети сайта кинотеатров, выбирать какой-то фильм, включать его и обсуждать в Аське. Создается почти полное ощущение, что мы вместе побывали в кино. Когда я уже запустила фильм на средней громкости, чтобы и соседей не перепудить, и звуки, исходящие от двери, заглушить, мне показалось, что я допустила ошибку. Мое тихое «Кто там?» оно могло не услышать, но голос, читающий имена актеров, услышала наверняка. Но было уже поздно выключать кино. Я не уверена была, что смогу вновь остаться в тишине. Десять минут я периодически оглядывалась на дверь. Ручка дергалась все реже и реже, пока, наконец, не затихла. Лечь спать той ночью я, правда, решилась лишь тогда, когда в комнате стало совсем светло, а на улицу выползли редкие прохожие. Я надеялась, что все кончилось. Следующая ночь была с воскресенья на понедельник, поэтому спать я легла рано. Думала, что когда в 4 часа утра я буду спать и видеть десятый сон, то даже в том случае, если вчерашнее баловство с ручкой повторится, я ничего не услышу. Спокойно буду спать и проснусь только утром по будильнику. Как же. Ночью я увидела один из тех снов, которые не совсем сны, в которых ты просыпаешься, осознаваясь, что где-то рядом с тобой притаилось нечто жуткое, и включить свет просто жизненно важно. Мне часто снилось прежде, что я просыпаюсь в душной темноте. Бегу к выключателю, свет не загорается, и я еще в полусне, с почти отключенными мозгами, открываю входную дверь, чтобы понять, только ли у меня в квартире нет света, или это бедствие вселенского масштаба. В эту ночь это повторилось. Я проснула, словно задыхаясь, ринулась зажечь люстру, но... Это не дало никакого эффекта. По привычке я подошла к входной двери, готовая повернуть ключ, и вдруг насторожилась. Вспомнилась прошлая ночь. Вместо того, чтобы выглядывать за дверь, я посмотрела в глазок. Сначала мне показалось, что там царит какая-то непродлядная тема, и как и дома. Однако через несколько секунд за дверью что-то шевельнулось, и в глазке показался светлый краешек. Это значило, что с лампами в коридоре все в порядке. Это мой глазок заслоняет, кто-то или что-то. С новой силой задергалась ручка. Тишину, как и прошлой ночью, ничего не нарушало, и жутко было от одного факта, хотя, думаю, если бы из-за двери вдруг послышался стон зомби, легче мне от этого не стало бы. Я осторожно отошла от двери, легла на диван, взяв в руки телефон, и постаралась отключиться, как будто ничего не происходит. Хотя происходило, конечно. Еще как происходило. Вчерашнему терзанию ручки добавилось еще мерное глухое постукивание. Подумать только еще вчера мне почти хотелось, чтобы тот, кто стоит у двери, не только дергал ручку, но и стучал. Наверное, оно было очень тихим, но мне казалось до жути громким. Было впечатление, что соседи слева и справа тоже должны проснуться от этого стука. И выйти в коридор, чтобы обматерить то ли меня, то ли того, кто поздней ночью стучит в мою дверь, не давая никому спать. Через какое-то время я вспомнила, что днем купила беруши. Не привыкла я к ним ни разу, до этого ими не пользовалась, вот и подумала о них не сразу. На ощупь разыскала их сумки, сразу же сунула в уши. Стук тут же стал для меня чем-то почти несуществующим, на что можно не обращать внимания. Не пытаясь больше включить свет, я легла и очень скоро уснула. Утром я решила, что мне все это приснилось. Перебоев со светом больше не было, все исправно работало, если бы не беруши в ушах, которые за ночь, естественно, никуда не делись. Весь день на работе я была сама не своя, даже хотела поехать ночевать не домой, а к брату, к друзьям, кому-то еще, но к вечеру решила никому не навязываться. Тем более, что объяснить причину, почему я в будний день не хочу ночевать дома, было бы сложно. Ночью я не смогла спать, даже не пыталась. Я приготовилась к ночи так, словно меня ждала долгая выматывающая осада. Положила рядом с собой фонарик и запаслась солью на всякий случай. В ужастиках про борьбу с монстрами не раз утверждалось, что она от них защищает, хотя я не верила, что она поможет. Представила к двери табуретку и комод. Все, что было не настолько тяжелым, чтобы это нельзя было перетащить руками. И стала ждать. Ту ночь все началось не со стука и не с дерганей ручки. Ее героями стали звонки. Надо сказать, что когда-то мой дверной звонок играл восемь разных мелодий, включая турецкий марш и в лесу родилась елочка. Но после нескольких лет эксплуатации что-то в нем сломалось. Теперь в его репертуаре было только хриплое дребезжание, отдаленно напоминающее изначальную мелодию. В тот день звонок определенно решил вспомнить молодость. Треадор смелее в бой, взорвавшая тишину квартиры, звучало как в тот день, когда мы только установили этот звонок. После пятого звонка, сопровождаемого царапанью дверь, примерно в три раза громче, чем это делала бы кошка, я не выдержала и снова заглянула в глазок. Лучше бы я этого не делала. В прошлой ночи в глазок не было видно ничего, кроме мельтешащей теней. Сейчас ночной гость стоял чуть дальше, и мне было прекрасно видно его лицо, белое, как личинки, которые иногда заводятся в гнилой картошке. Было видно также, что движется он как бы рывками, но очень быстро. Хуже всего было то, что демонстрацию своей скорости он провел, метнувшись в глазку, как будто бы понял, что я за ним наблюдаю. Страшнее всего были его глаза. Похожи на черные провалы, я по недосмотру заглянула в них через глазок, когда он или оно приблизился и словно упало куда-то на несколько секунд. Вынырнув, я обнаружила, что уже повернула в замке ключ. Если бы этой ночью я закрылась не на два замка, что обычно делаю только когда покидаю квартиру, дверь уже распахнулась бы. Меня затрясло, я снова пододвинула к двери табуретку, которую тоже отпихнула, стараясь отбереть гостю поскорее. И на ватных ногах отошла в кухню к балконной двери. Так я и просидела до рассвета. Тогда проверять, что и через балкон ничего в дом не пробралось, мне казалось очень важно. Кроме того, балконная дверь в моей маленькой квартирке дальше всего от входной, мимо которой я знала, я не смогу пройти до утра. Когда я на следующий день покидала квартиру, меня остановила соседка и укоризненно сказала, «Думаешь, ты самая умная?» Варила креветки и пакет с креветочными хвостами и головами выставила на ночь в коридор, чтобы дома им не пахло? Не делай так больше. Я принюхалась, в коридоре действительно чем-то воняло. Не то с затхлой водой из аквариума, в котором ее долго не меняли, не то именно очистками от креветок, которыми забыли вовремя выбросить. Поэтому они пролежали дома несколько дней. Когда соседка скрыла за своей дверью, я попыталась найти другие следы вчерашнего присутствия твари в подъездном тамбуре. Запах оказался вполне материальным, может, найдется еще пара материальных свидетельств. И действительно, когда я присмотрелась к правой стороне двери, откуда накануне доносила самое сильное шкрябанье, я заметила там четыре царапины. Тонкие-тонкие, ножом так не прорежешь, разве что лезвием. Но лезвие не прорезало под дверную обивку так глубоко, почти до металла. Это была уже последняя капля. Я взяла на работе отгул, вызвала домой священника и попросила осветить и квартиру, и тамбур на четыре квартиры. Хотела, чтобы он осветил и площадку перед лифтами, но он посмотрел на меня так изумленно, что от этой мысли пришлось отказаться. С тех пор по ночам тихо, но я все равно постоянно держу дома святую воду, и когда приходит тьма, прислушиваюсь к каждому шороху, особенно за дверями. После визита священника я в тот же день установила вторую стальную дверь и поменяла обшивку на первой. Пусть те царапины и были почти незаметны на темно-коричневой коже, но сам факт, что они там были, очень нервировал. Сейчас я на работе, поэтому и смогла рассказать все это. Возвращаясь домой я поздно, поэтому там предпочитаю эту историю не вспоминать. Как будто не вспоминая, я автоматически зачеркиваю все, что случилось. Иногда я размышляю о том, почему оно пришло им на ко мне. Единственное, что приходит в голову, его привлекло светящееся окно, знак, что в этой комнате кто-то еще не спит. Возможно, свет в ночных окнах действует как маяк и привлекает не только ночных мотыльков, но и кого-то пострашнее. Кто знает, что может посмотреть в ночи на ваше окно, пока вы сидите в интернете, общаясь с друзьями, пока все остальные контакты в оффлайне. Помните об этом, хорошо? И берегите себя. Ну или хотя бы купите толстые непроницаемые занавески. А в последнее время я часто думаю, может, помогла вовсе не святая вода, Может быть, ему просто попалось другое окно, Горящее поздней ночью. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok